Несмотря на выпавший снег и понижение температуры, зимой центр уличного спорта в лесопарке принимает посетителей. Здесь по-прежнему продолжают работать различные спортивные площадки. Стоит отметить, что площадка у нас под мостом она многофункциональная и погода она нам нипочем, поскольку те любители спорта и активного образа жизни, они все равно остаются с нами, несмотря на понижение температур. Потому что у нас есть площадки и для занятий мини-футболом, и любители баскетбола продолжают также посещать нас и делать бруски в кольца. Конечно же, турники у нас пользуются спросом. Здравительная группа у нас, в том числе и пенсионеры, продолжает заниматься на территории центра уличного спорта под мостом. В центре уличного спорта под мостом и зимой можно поиграть в футбол, баскетбол, настольный теннис, потренироваться на турниках и тренажерах. Любой желающий может прийти сюда бесплатно и поддержать свою физическую форму. Стоит отметить, что помимо тех тренировок, которые у нас осуществляются, а также нашими культорганизаторами, руководителями клубных объединений, в эти выходные уже у нас заработает новогодняя деревня в рамках новогодней столицы 2020. И мы ждем наших юных посетителей, к Деду Морозу и Снегурочке, к нашим сказочным персонажам. И приготовили тоже очень много сюрпризов и подарков для посетителей парка. Температурный режим не позволяет пока заниматься здесь единоборствами. Поэтому вместо них в зимний период проходит общая физическая подготовка. Зимой, соответственно, из-за понижения температурных погодных условий, изменений, мы не можем продолжать, соответственно, занятия по дзюдо, самбо. Поэтому сейчас ребята, которые занимались непосредственно этими направлениями, они занимаются физической подготовкой на открытом воздухе. То есть нашими же руководителями клубных объединений, они занимаются на турниках, на брусьях, то есть, соответственно, общие какие-то элементы. То есть, соответственно, все занятия, они продолжаются, но только в другой форме. Уже 8 декабря в 16.00 состоится торжественное открытие новогодней деревни. Сотрудники лесопарка готовят сюрпризы для гостей. Также у нас, конечно, среди видов спорта, мы надеемся, что у нас погодные условия нам позволят сделать каток. То есть, возможно, наши культорганизаторы, опять же, выйдут на лед, будут показывать какие-то определенные мастер-классы. У нас такие возможности есть. Также мы надеемся, что у нас будет лыжня. То есть, соответственно, мы разбавим, скажем так, привычные летние виды спорта уже зимними видами спорта. Центр уличного спорта под мостом не изменит свою работу во время открытия новогодней деревни. Сюда, как и раньше, можно будет прийти и позаниматься физкультурой на открытом воздухе. Олеся Котровская, Григлотов, телекомпания «Город».